Итак, дорогие друзья, в курсе 31 мы с вами продолжаем рассматривать, но уже нюансы наследования в Котлин. Но не удержался я. Это видео для участников школы, а то, кто просто первый раз смотрит это видео, то ваше дело уловить, что это действительно просто. А для участников школы говорю, ну вот смотрите, мы же с вами рассматривали, что понятно, наследование, то есть наследование, это вообще основная, я считаю, особенность объекта ориентированного программирования, позволяет пользователю создать новый класс и использовать его методы. Давайте самое простое. Мы с вами в курсе 30 создали вот этот класс, да, вы уже должны быть знакомы. А теперь в классе, от которого мы наследуем, напишем метод. Самый простой. Наше дело, просто я хочу показать, насколько просто в отношении, как было бы в Java. Так и напишем. Хак, ес. Сам смысл. Нам важно Да. Чем-то. Продолжение следует... Смотрите, мы взяли метод. Далее мы с вами писали класс, который наследует. Применяем его и просто удивляемся. То есть здесь мы создали объект. А теперь берем наш созданный объект. Мы же вызываем сейчас именно класс, который наследуется. И ждем, что вот этот метод класса, от которого мы наследуем, сработает у нас в этом классе. Ведь метода здесь этого нету, правильно? Ну что ж, проверяем. И наш метод вот хакес. Запускаем. Круто. И это работает. Да, ребят, это работает. Ура! Просто напрямую вызвали метод. Это просто, это круто. Это действительно похоже на современный язык, когда не надо никакой многословности, многострочности. А как в Python, да, в Kotlin мы делаем просто пишем код, выражаем мысль. Ох, как это круто! Ну, а в курсе 31 мы с вами вот что делаем. Мы с вами, если было у нас в классе, от которого наследуем 3 параметра, да, понятно, что в наследуемом классе тоже 3 параметра. А в этом курсе мы рассмотрим, а что если 4 параметра здесь? То есть мы хотим в новый класс, который мы наследуем от класса ипостась, добавить какой-то свой параметр. Вот это как раз мы и рассмотрим этот нюанс наследования. Ну, а для тех, кто начал с этого видео, школа курсы Kotlin. Здесь немножко другая методика, чем на spb-tut.ru. Так как на Python Django там начинается Python сам по себе для человека, который вообще не знал языков. Поэтому я говорю, что изучайте Python, потом, дойдя до функции Python, подключайте Kotlin. Потому что в Kotlin тут же, в принципе, мы говорим уже более профессионально. Я рассчитываю, что человек основные термины уже знает и пишет. Но здесь методика немножко другая. Совсем другая. И здесь, в принципе, до 25 курса мы практически касаемся всего языка. Зачем? Да все очень просто. Чтобы у нас не сидеть, не чесать репу, грубо говоря, или там макушку головы. Что, а как написать функцию? То есть мы знакомимся со всем языком. А после 25 курса, вот как я показал, начинаем уже вникать подробно в язык. Именно обращаем внимание на тонкости, мелочи. И нам это уже понятно. Одно вытекает из второго. Опираемся мы, еще раз повторяю, не на доки. Доки у нас служат источником. Не на книги. Опираемся мы на обычную Википедию. Ну, то есть, грубо говоря, так как я знаю уже и хочу, чтобы вы знали, из чего состоит язык. Вот берем ООП, так как полноценно поддерживает довольно полноценно Котлин ООП, мы взяли и поехали. Взяли, первое я решил взять наследование, и мы уже тогда открываем доки до Котлина, и уже бомбим все, то есть, а как наследование в Котлин. И так далее, и так далее. То есть, логически. Почему мне это просто? Так вот, ребята, постоянно это и говорю. То, кто изучает два языка, именно эти вещи будет понимать. Дам еще видео на канале YouTube. У меня есть видео, я дам на него ссылку в описании. Кто не знает. Вот на это видео, как вообще изучать языки, я показал вам примерный план, чтобы действительно начать программировать. Все, ссылки в описании, спасибо, все получится. Ну, а как работает Котлин, вот это то, что я вам показывал, вы знаете, ну, не мог не показать. Но просто душа радуется. Да, да, ребят, такие вещи работают в Котлин, грубо говоря, как Python. Все это действительно банально просто. И это радует, что программист именно инвестирует время в код. Вот, а не в портянке кода, там, несколько раз повторение, вот эти все замудренности. Просто то, что отбирает время. Конечно же, круто. Котлин это круто. Ребят, а ведь я еще писал видео, почему так серьезно отношусь к Котлин. А это будет на канале Котлин, безграничный Котлин. Я писал видео. На самом деле, почему так серьезно я отношусь к Котлин, потому что на Котлин можно написать, ребята, вот слушайтесь. Android приложение, это официальный язык. Сайт, сервис, блокчейн и даже сам сервер. То есть на Котлин можно написать все, все, что хотите. Это офигеннейший язык со статической типизацией. Поэтому, ребята, ну, конечно, это просто отпад. Спасибо, все получится.